Всем привет! Вашему вниманию представляется видео, как скачать и настроить программу для Oculus Rift DK2. Для начала вам нужно перейти на сайт oculus.com, так как я на нем сейчас нахожусь. Надеюсь, вы уже перешли. Дальше вы регистрируетесь. Заполняете все поля, указываете email, нажимаете create account. После этого вам на почту придет подтверждение с конфирмацией. Далее вы сможете войти на сайт. После того, как вы зарегистрировались, переходим обратно на сайт oculus, выбираем вкладку developer. Здесь есть вкладка downloads. Нам необходимо скачать три компонента. Runtime, sdk, united.scanit.demo. Соответственно, нажимаем на ссылочку. Подтверждаем, что мы прочли все сведения. Нажимаем клавишу download. Начинается скачивание oculus runtime, oculus sdk и oculus united.scanit.demo. У меня все это заранее уже скачено. Переходим к установке. Выбираем файл oculus runtime sdk 4.4.4. Запускаем двойным нажатием мыши. Здесь все просто выбираем далее. Отсет. Куда будет устанавливаться oculus. Next. Next. Нажимаем финиш. После того, как вы установили runtime, вам необходимо обязательно перезагрузить компьютер. После того, как вы перезагрузите компьютер, у вас появится дополнительный значок в панели вкладок oculus vr. Нажимаем левой кнопкой мыши, выбираем configuration utility. Здесь нам необходимо будет создать конфигурацию. Как ее назвать, неважно. 1, 2, 3, 4, 5. Метрику выбираем под наш российский стандарт в сантиметрах. Далее выбираем вкладку Tools, Rift Display Mode. Выбираем Direct, HMD Access From Apps. Это означает, что по умолчанию у вас будет экран дублироваться на монитор либо плазменную панель. И одновременно это будет происходить с трансляцией изображения в сами очки. Если мы выбираем Extended Desktop, то изображение будет отображаться только в очках. Но на данный момент нам нужно сейчас выбрать Direct HMD Access. У вас будет активно клавиша Apply, так как у меня он уже выбран, этот режим. Мне это необходимо не делать. Далее переходим опять на сайт Oculus. Выбираем вкладку Share, Dk2 Compatible. Скачиваем понравившуюся нам игру. После этого игра уже скачается. Выбираем папку, куда это все скачалось. И, соответственно, запускаем саму игру. Далее я сейчас покажу, что можно сделать, чтобы игры запускались четко. Некоторые игры есть с типом ссылки Direct to Rift. Они нам и нужны. Если игры не запускаются, нам необходимо создать ярлык к этой игре. Войти в его свойства. И у вас есть поле Объект. Вам необходимо дописать команду D3D9 для запуска игры в режиме DirectX 9, либо D3D11 для запуска игры в режиме DirectX 11. Если у вас не работает на 9 версии DirectX, должно заработать на 11. Эти игроки у меня уже дополнительно созданы. Вы их можете с удовольствием использовать. Сейчас я покажу на деле, как при запуске будет работать игра. Запускаем игру UE4 Rollercoaster. Нажимаем графику Medium. И смотрим, что у нас происходит в очках. В тот момент, когда вы запустили игру, у вас камера должна загореться синим светом. И также светодиод на очках тоже должен гореть синим. Все, поехали. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.